Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Благодарю вас всех за ваши лайки, за ваши подписки, за ваши теплые комментарии в мой адрес. Всем спасибо огромное, девочки, мальчики. Всех люблю, всех ценю. А сейчас давайте сделаем такой расклад на Христово Короля и его личная жизнь. Личная жизнь нашего Христово Короля в данный момент. Давайте сделаем диагностику и посмотрим, что в личной жизни нашего Христово Короля происходит в данный момент. Посмотрим, что было, что сейчас есть, что сейчас в его жизни происходит в данный момент. Что будет происходить в скором будущем в его жизни. В его личной жизни. Так, Христово Король в данный момент встречается, общается с Бубновой Дамой. И есть у него на нее надежды. Надеется он на эту даму. Здесь также он в голове, в мыслях, что-то он очень поговорил с Червовой Дамой. Очень некрасиво поговорил с Червовой Дамой. Хотя он считал ее очень благородной. Но здесь разговор был очень неприятный с Червовой Дамой. Сейчас надеется на Бубновую Даму. Так, хотя он с Бубновой Дамой тоже по телефону очень тоже поругался. Как бы, да, она не сильно очень, но была ссора. Средняя ссора была. Некрупная средняя ссора об их чувствах, о любви Кристова Короля к Бубновой Даме. Была ссора также с Червовой Дамой. Тут что-то все смешалось у него в данный момент. Здесь он интересовался Червовой Дамой, также и Бубновой Дамой. Видите, сердечность Бубновой Дамы, интерес Червовой Дамы. Все тут смешалось. Все он думает, что ему нужна в данный момент Бубновая Дама. А Червовой поругался, как бы, да. Вот, очень сильно поругался с Червовой Дамой. В прошлом что было? В прошлом также с Червовой Дамой. С Червовой Дамой вообще было очень холодно к нему, к Кристалому Королю. И он свои желания к Червовой Даме отвернул. Отвернул. Но все-таки встречи были. Встречи были, хоть он был в ней разочарован, Червовой Дамой. Встречи были. Получил удар от ее встреч, от ее любви. И здесь все-таки какой-то удар он получил от Червовой Дамы. Здесь также были и свидания с Бубновой Дамой. Потом он в прошлом сделал пусто вообще Червовую Даму. Не надеялся, не хлопотал. Получил удар. Червовая Дама тоже не хотела уже встречи. Вот свидание перевернуто. Его жизнь перевернутая. И он пошел пить. После всего, что случилось, как он с Червовой Дамой расстался, пошел пить. Ну, здесь тоже он уже начал встречаться с Бубновой Дамой, девочки. И сейчас тоже он... Сейчас он одеться на Бубновую Даму. С Червовой так же продолжаются ссоры, скандалы. Так, в будущем. Что у него будет? В будущем что-то он, наверное, поменяет работу. Что-то с работой не нравится ему. Там что-то с работой будет, поменяет работу. В будущем захочет встретиться с Червовой Дамой. Но он на нее еще злой. Так, в будущем. В будущем он больше будет хлопотать с Бубновой Дамой, девочки. Видите? Хлопоты с Бубновой Дамой. Интерес. Хлопоты. В будущем он хочет быть с Бубновой Дамой. Так, мы посмотрим, что нам скажут карты. Это была короткая диагностика. Мы узнали, в каких он энергиях, наш Честовый Король. Сейчас он в ссоре с Червовой Дамой. И больше он хочет быть с Бубновой Дамой. И в будущем, и сейчас тоже. Ну, посмотрим, как проиграется в раскладе. Итак, себя загадывать с Червовой Дамой. Ну, хотите и Бубновой, загадывайте. Это уже ваши дела. Как там, как вы себя посчитаете нужным, так и загадывайте. Но в основном, видео, которое смотрит, это Червовая Дама. Бубновая Дама будет соперницей, а ваш мужчина будет Крестовый Король, девочки. Итак, что под сердцем у короля? Какой-то король, Червовый Король. Какие-то у него к нему надежды, под сердцем думает об этом. Может быть, это надежда Червовой Дамы. Он надеется все-таки на Червовую Даму. На сердце пустота. В голове, в мыслях, на пороге. Что было, что будет. Ну, и будем смотреть, девочки. Так, в голове, в мыслях. Все-таки он встречается, общается с Червовой Дамой. С Бубновой. Что-то сегодня у меня все наоборот. Так, это я спешу по этому. Так, в голове, в мыслях он думает о Бубновой Даме. Так, он думает, что Червовая Дама его разлюбила. Вот так вот. Так, на пороге. На пороге все-таки он думает, что они по судьбе до другу. И что он все-таки будет интересоваться Червовой Дамой. В прошлом они расстались. Вот они расстались. В прошлом прямо расстались. В будущем что будет. Так, в будущем. К Бубновой Даме он еще будет хапатать в будущем. Но получит удар и ссора будет между ними. И одна пустота будет. В Новой Даме все-таки он сделает пусто. Ну, посмотрим. Кого будет делать пусто. Так, в прошлом еще. Вот он очень злился и на Бубновую Даму. Видите, злость. Злился очень сильно на Бубновую Даму. Но все-таки встречался. С Червовой расстался. С Бубновой тоже были очень такие неприятные ссоры, скандалы, разговоры, встречи были печальные, холодные. Но все равно он хапатал к ней. Как бы ни было. Сейчас тоже он думает о Бубновой Даме, Червовой Даме. Думает, что она его разлюбила. И уже ничего не изменить. Да, вот она холодная. Думает, что разлюбила. В будущем у него какие-то надежды, планы на Бубновую Даму. Может быть, Бубновая Дама из богатой семьи при больших деньгах. Может быть, у нее есть квартира, дом, что-то такое, которое стоит дорого. Но я не вижу, чтобы здесь он ее любил. Здесь, видите, встречи в прошлом тоже печальные. Грустные встречи были. И злился он на нее очень. А Червовой расстался в прошлом. Теперь на пороге все-таки он думает, что все-таки они должны быть вместе. Да, вот думает так. Очень печалится и очень жалеет, что он с ней расстался. Очень жалеет. Так. Ну и все-таки жалеет. И у него есть желание в скором будущем с Червовой Дамой повидаться, поинтересоваться хочет. На сердце думает о работе. Здесь работу, видимо, он поменяет. Думает попотать с Червовой Дамой, девочки, в будущем. Так. Да, здесь действительно под сердцем он думает о Червовой Даме. Он все-таки надеется, потому что здесь он думает, что все-таки они друг другу по судьбе. Да, вот показывает карта. Но он очень и боится, и жалеет, что он расстался с Червовой Дамой. Интерес есть к ней. Здесь он надеется под сердцем, никому не говорит. Но какие-то надежды у него на нее есть. Хочет он к ней хлопотать, но пока не будет. Но все равно он думает, что в будущем он будет к ней хлопотать. Здесь по работе, может быть, он поменяет работу. Что-то одна пустота по работе. В жизни тоже одна пустота. Так, ну давайте дальше посмотрим и будем повторяться сто раз одно и то же. Что же в личной жизни у него происходит? В личной жизни как бы думает об новой даме, девочки. Но и о вас тоже он думает. Часто думает прямо на пороге. Так, в прошлом что было? В прошлом Червова Дама не хотела с ним уже встречаться. Такой разговор был. Он заинтересовался бы в новой даме. Но все-таки они в прошлом встречались. Видите, встречи все равно были. Но все-таки он эти встречи зацел был в новой даме, ее любовью, ее постелью. Все-таки он пошел был в новой даме в прошлом. Ну давайте теперь будем смотреть, что же дальше будет. Какие шаги будет делать к вам, какие шаги будет делать к новой даме. Так, вот здесь хлопоты он хочет сделать пусто к новой даме. Здесь у него какие-то проблемы будут по работе. Видимо, он работу поменяет, девочки. Злится он на вас и обижается, и злится на вас на Червовую Даму. Так, встречи еще раз к новой даме будет продолжаться. Хотя он хочет тоже пусто сделать. Так, вот он все равно думает, что с Червовой Дамой ему идти по судьбе. Да, вот он думает об этом. Но его судьба перевернута. Здесь какая-то ссора будет с новой дамой. Все-таки они друг друга любят, девочки. Видите, Червова любит, и Честова тоже любит. Сердечки стоят ровно. Это говорит об этом, что у них любовь обоюдная. Хочет он хлопотать к ней. И Червовая Дама хочет, чтобы он хлопотал к ней. Видимо, она тоже любит и ждет. Вот он считает, что Червовая Дама самая благородная, надежная. И она у него в жизни как бы самая первая. Да, вот считает ее как первую девушку в своей жизни. Так, здесь все-таки какие-то желания. У него еще есть к Бубновой Даме. Звонок будет, выпивка, какая-то посиделка у них будет совместная с Бубновой Дамой. Вечерком у них будет Сечи, и вот здесь выпивка с Бубновой Дамой, девочки. Так, здесь я вижу, что он скучает по Червовой Даме. Хотела поговорить с ней. Переживает, страдает по Червовой Даме. Но интересуется он. Сечи пока нету, но он страдает, скучает. Пока в данный момент он надеется на Бубновую Даму. Но почему в Альдаме скучает? Посмотрим дальше. С кем у него свидание с Сечей будет? Какая-то встреча будет с Бубновой Дамой. Здесь выпивка, застолье будет. Что его удивит? Его удивляет, что он чешется Бубновой Дамой. Что его одиночит? Он понимает, что они не пара, да? Вот, у него жизнь перебенка к ней. Но встречи есть. Что его тревожит? Злится он сам на себя, за свои желания к Бубновой Даме. Что его порадует? Здесь он знает, что Червовая Дама его все-таки любит. Это его радует. Ну и у него еще какие-то встречи будут с Бубновой Дамой. Хоть он и злится, но пока с ней еще он будет встречаться. Это его порадует. Чем успокоится? Какой-то звонок будет, известие будет. Может быть, от Червовой Дамы или от Бубновой Дамы. Скорее всего, от Бубновой Дамы будет известие. Звонок будет. Этим он успокоится. Так, дальше смотрим, что у него в личной жизни происходит. Нашего Честого Короля. Для него, для дома, для сердца, что было, что будет. Для него, для нашего Короля. Так, злится он, девочки, и по работе, и в жизни, и в делах. Что за свой интерес, за свои общения, сам на себя очень злится, очень нервничает. Для дома. Для дома тоже. Очень ударяется, очень печальный в своей жизни, что Червова Дамы рядом нет. То, что она очень холодно к нему относится. Из-за этого ему очень больно. На сердце вся Бубновая Ма. Смотрите, у него еще есть желание, какие-то надежды на Бубновую Даму. Что было? Было с Бубновой Дамой. Он не хотел встречаться, хотел поставить точку в прошлое. Это было у него. Что же будет? Будет здесь все-таки интерес к Червовой Даме, желание к Червовой Даме есть. И к Бубновой Даме тоже есть желание. Успокаивается он самим собой. Для него, для нашего короля. В прошлом он злился. Злился сам на себя, что, видимо, не хлопотал Червовой Даме. Злился. Ну, интерес был, общение было, но что-то сам на себя злился. Что-то не так сказал, что-то не так, какие-то действия сделал к Червовой Даме. И вот теперь он злится сам на себя. Для дома. Для дома тоже за свои любовь, за свои чувства. Сам себя тоже ругает. Удар получает сам. Что он сделал такую почву к Червовой Даме, да? Что она его разлюбила. Ну, считает себя виноватым. Поэтому за свои любовь тоже сам себя он ругает. Сейчас на сердце он к Бубновой Даме стечь, и будут какие-то надежды есть. Так же он надеется и на Червовую Даму. Но сейчас надежда больше на Бубновую Даму, чем на Червовую. Наверное, знает, что сделал, думая, что Червовая Дама не захочет быть с ним. Поэтому надежды мало. Что было? Что было? В прошлом он хотел поставить точку к Бубновой Даме. Здесь были разговоры плохие. Некрасивые слова друг другу говорили. Он хотел расстаться. Но все-таки хлопотал. Что же будет? Да, интерес. У него есть к Червовой Даме. Но в основном он сейчас к Бубновой Даме. Видите, больше Бубновой Масти, чем Червовой Масти. Чем уже он успокоится? Так, здесь он думает о деньгах. Думает. Может быть, хочет подарок сделать Червовой Даме при встрече. Но все-таки он боится, что встреча будет такая с крупным скандалом, с крупным выяснением отношений. И что ему это все нужно пройти. И ему от этого грустно, печально. Что это все надо ему пройти. Любое примирение без выяснений отношений не бывает. Поэтому это надо пройти. Ну, давайте дальше будем смотреть. Ну, пока я вижу, что он Бубновой Даме больше тянется, чем Червовой. Смотрим, что дальше будет. Ну, все-таки он думает, что у него, что ему лучше больше Бубновой Дамы. Как ни крути, все равно его тянет Бубновой Даме. Встречи, разговоры будут. Ну, все-таки Фапатачи Бубновой Даме тоже он думает. Чувства, хоть он Бубновой Даме хочет, все равно чувства холодные. Какие-то удары у него. Какие-то переживания есть. Видите, он надеется то на Червову, то на Бубновую Даму. Он еще не определился, с кем он будет, с кем он хочет. Еще он думает. Все-таки думает, что встречи будет ссора, скандал еще у них будет. Так, здесь Бубновой Даме тоже встречи будут. Тоже холодный разговор какой-то будет тяжелый. Думает о работе, о деньгах думает. Все-таки Бубновой Даме, они часто вот встречаются, и у них застолье, выпивки часто бывают. Может быть, поэтому его к ней и тянет, да. Вот, постоянно вижу у них застолье. Так, все-таки он решится встретиться с Червовой Дамой. Все-таки он хочет с ней встретиться. Встреча будет, интересуется к ею. Червовая Дама все равно любит его. И он знает об этом. И после этой встречи с Червовой Дамой, он будет злиться на Бубновую Даму, что он к ней ходит. Будет злиться. Может быть, она магичит, да, вот чуть-чуть, чтобы его тянуло к ней. Ну, посмотрим. Сейчас будем карту-карту разбирать, посмотрим. Да, он злиться. Новая Дама ему звонит, пишет. А он надеется на Червовую Даму и надеется, но все-таки он боится, что с Червовой Дамой ничего не получится. Опять он разочаруется при встрече с ней, да. Вот он надеется, а будет разочарование. И об этом он думает очень давно, что Червовая Дама с ним не будет и боится разочароваться опять. Так, здесь опять, видите, продолжение с Бубновой Дамой встречи в будущем. Еще они будут встречаться, еще свидание вместе с Бубновой Дамой будет. Она хочет эти встречи, и он тоже интересуется ею. Хотя здесь чувство, у него нет Бубновой Дамы, но все-таки он надеется и на Бубновую Даму тоже. Видимо, если с Червовой не получится, поэтому он особо не ставит точку Бубновой Даме. Здесь будет объясняться в любви к Червовой Даме. Будет разговор, тяжелый разговор будет. Скажет, что он хочет быть с ней, скучал, скажет. После этого опять у него желание есть идти к Бубновой Даме. Видите как. Его к Бубновой тянет. Ну и так же и Червовой Даме тоже. Но все-таки интерес у него все-таки есть к Червовой Даме. Будет хлопотать, неожиданно пойдет к ней. И как-то они объясняться друг другу, почему Червовая Дама холодно к нему относится, почему у них так все рушится, что случилось, в чем дело. И они будут объясняться друг другу. И он конкретно будет разговаривать с Червовой Дамой. Что он хочет быть с ней. Что он очень заинтересован и хочет хлопотать к ней. Встречаться хочет, видеть хочет. Такой разговор будет. Все-таки здесь будет объяснение. Вот после этих конкретных встреч по душам, он тогда уже, видите, потом меняет свое мнение о Червовой, о Бубновой Даме. Встреча будет с Бубновой Дамой. Здесь Бубновая Дама, видимо, любит его. Но здесь будет ссора. У них не очень крупная ссора. Но будет ссора. После Червовой встречи он поругается с Бубновой Дамой, девочки. Ну и посмотрим, что тут дальше будет. Ну и опять он будет хлопотать Червовой Даме. Здесь, видимо, с Бубновой Дамой он уже расстанется. Просто делает интерес к Бубновой Даме. Просто делает интерес к этим выпивкам с Бубновой Дамой. Здесь я вижу, что он серьезно намерен хлопотать Червовой Даме, а с Бубновой все пустое будет. И выпивки тоже уже не хочет, как бы, да. Теряет интерес к выпивкам и хлопотам в Бубновой Даме. Ну вот такой расклад на Христова Короля, его личная жизнь, да, вот. Но как бы долгое время он не сможет от Бубновой Дамы отвязаться. Будет здесь выпивки, улянки. А потом уже он поговорит с Червовой Дамой и конкретно будет хлопотать к ней. И после этого серьезного разговора он уже делает пусто Бубновую Даму. Интерес теряет к встречам, к выпивкам. И вот такой расклад, девочки. У кого такая ситуация, пишите комментарии, ставьте лайки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем удачи и любви всем, девочки, мальчики, желаю. До свидания. До свидания.